Доброе утро, дорогие друзья! Вы знаете, не только большое самомнение иногда вредить людям. Разведчики, из-за которых мы, приближаясь к 9-му, всегда вспоминаем, которые доставили столько беды еврейскому народу, они видели себя очень маленькими в своих глазах. Это была одна из них, это их проблема. Давайте вот два слова об этом поговорим. Должен ли я в разговоре с детьми признавать, что совершал ошибку? Такое спросил однажды один папа у знаменитого Рава Тверского. Знаете, я боюсь, что не перестал меня уважать, все-таки я отец. И сказал ему Рав очень интересные слова. Если хочешь, чтобы твои дети научились признавать свои ошибки, ты должен показывать им пример. Является ли способность признавать ошибку слабостью или силой человека? Вот человек, ощущающий какую-то собственную неполноценность, так мягко говоря, боится признать ошибки, что его слабость не стала такой очевидной для окружающих. Однако тот, кто обладает разумом и умеет не только отстаивать свое мнение, но и осознавать собственную ответственность, он видит свою вину, ошибку и признает ее. Люди с низкой самооценкой всегда либо упрямо отказываются признавать свои ошибки, либо, наоборот, с легкостью поддаются влиянию и чрезмерно думают о том, что о нас думает окружающим. Почему первого человека изглание из райского сада? Вспомнили? Не потому, что он съел яблоко, а из-за того, что отказавшись признать ошибку, он в конце концов обвинился во всем жену. Что он сказал? Она дала мне от дерева и я ел. Почему первый царь Израиля Шауль лишился престола? Не потому, что не выполнил заповедь уничтожить Амалека, а из-за того, что вернулся, когда ему сказал пророк, он отказался признать ошибку и в конце концов обвинил народ, которого испугался. И тогда пророк Шауль сказал ему замечательные слова. Ты что, маленький в своих глазах? Ты ведь голова колен. Тебя Всевышний помазал на царство. Вот каждый из нас, он дитя Бога, и вот это надо вспомнить, у нас не может быть в теории самая оценка низкая. В чем причина разрушения Иерусалимского храма и изгнания народа, и траурный день 9-го ава? Не только, еще раз говорю, это разрушение 1-го 2-го грамма. Повторяю еще раз, первопричина всех была грех разведчиков. Вернувшись 9-го ава из путешествия по стране Израиля, они сказали, видели мы великана, мы были в своих глазах кузнечками, такими же были вы в их глазах. И тут народ заплакал, начал рыдать, говорит, давайте назначим новых глав, вернемся в Египет. Что сказал Бог? Он говорит, вы плачете напрасно, но если хотите, вы в этот день будете плакать всегда. Следует искать духовные причины всех страданий, разрушений и изгнаний. И вот именно это мы оплакиваем 9-го ава. Если хотите, собственно, недооценку. В траурный день вместо того, чтобы войти в храм, мы пошли в изгнание только из-за самооценки слабой. Все были свидетелями громадных чудес, побед над Гипетской армией. Чужие не испугались, что не могут победить великанов. Проблема только была в одном, что кузнечиками были в своих глазах. Сказал Всевышний за то, чтобы были кузнечиками в их глазах. В их глазах. Как вы говорите, я простил, но как могли вы знать, кем вы в их глазах находитесь, что значит, простите, в своих глазах. Откуда вы знаете, как вас видят люди? Человек всегда, как вам сказать, и когда человек кажется себя кузнечиком, из этого следует, маленьким, то это грех, за который надо просить прощения. Человек не должен быть маленький в своих глазах. Он не должен раздуваться, не должен наддуваться, как этот шарик, да, но он должен всегда обладать внутренней серьезной самооценкой, он дитя Бога. Когда ты кажешься себе кузнечиком, и полагаешь еще, что другие видят тебя кузнечики, то ты теряешь образ Бога. Духовное падение человека начинается с того, что он падает в собственных глазах, теряет уважение к себе, ощущает, что так же неуважительно к нему относятся, окружающие, в конце концов, начинает вести себя в соответствии с этим. Храм, будто который мы все время плачем, храм, 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 это символ души, потому что возвышая душу, человек восстанавливает разрушенный храм. Когда мы строим себя, мы вносим вот этот кирпич, нужный в строительство храма. Возрушение души начинается с обретения веры во Всевышний и веры в себя. Если мы не верим в себя, мы вообще не можем ни в кого верить. Грех разведчиков в том, что они придавали чрезмерное значение мнению о них окружающих. Вместо того, чтобы концентрироваться на исполнении своих дел, своей миссии, ради которой мы посланы в этот мир. Это еще сказал Раби Искотск. Если человек чрезмерно занят мыслями о том, кем он кажется в глазах других, то он теряет внутренний стержень и поддается раздружительным влияниям внешним. У нас есть только один способ повлиять на будущее. Это изучать уроки прошлого. Это мы с вами делаем. И на примере несчастья 9-го разведчика всего. Мы учим разные углы этих проблем. И одна из них это недооценка. Верьте в себя. Вы дитя Бога. Вы сильный человек. Да, может быть у кого-то что-то не получается, но это временное. Поднимите голову, смотрите с улыбкой и уверенней. Вы дитя Бога. Вы, я не знаю, ангел. Брахава от слуха всего санула.